всем привет дорогие друзья с вами наташа преподаватель русского языка онлайн школы альфа рада видеть вас всех на своем вебинаре надеюсь что у вас у всех замечательное настроение потому что у нас наконец наступила весна наконец-то солнышко мы ждем когда же у нас настанет тот момент когда мы наконец-то сбросим свои тяжелые пальто наденем легкие курточки кроссовочки и будем наслаждаться замечательной погодой все все впереди а сейчас предлагаю нам с вами окунуться в изучение замечательного русского языка и сегодня с вами мы будем разбирать правописание корней с чередующимися гласными кто присутствовал на моих прошлых вебинарах уже знает что частично эту тему мы затронули в прошлый раз однако не пугайтесь сегодня с вами мы все возобновим все вспомним все повторим чтобы на выходе у нас была еще плюс одна тема изучена по русскому языку в нашей копилочке ну что вы готовы начинать дайте пожалуйста обратную связь видя смайлика в чатике как меня видно слышно если все хорошо будем с вами начинать даю немножечко времени собраться подготовиться зарядиться позитивом и будем начинать так вижу замечательно отлично итак ну что начинаем тогда это напоминаю что правописание корней с чередующимися гласными может зависеть от четырех пунктов это правописание которое будет зависеть от ударения от конечного согласного от суффикса а и от значения слова на прошлом занятии мы с вами разобрали первые два пункта сегодня мы их повторим и изучим последующие два и так давайте немножечко вспомним про ударение от ударения будет зависеть четыре группы корней с очередующим с чередующимися гласными итак это корни гаргор клан клон твар твор и корень зар зор от чего же зависит написание и так в корнях гаргор клан клон твар твор если эти корни находятся не под ударением мы будем писать букву о если под ударением будем писать то что четко слышим потому что позиция для гласного под ударением это позиция где гласный находится в сильной позиции поэтому все будет четко слышно. К примеру, загорать. На корень гор падает ударение, четко слышим букву А, значит будем писать букву А. А вот в слове загорать наш корень находится не под ударением, в котором мы будем писать букву О. Аналогично гореть. На корень не падает ударение, пишем букву О. Кланяться. Корень находится под ударением, четко слышим букву А, пишем букву А. А вот, к примеру, наклонение. Корень находится не под ударением, знаем, что без ударной позиции, будем писать букву О. Аналогично мы имеем дело с корнем твар-твор Обращаю внимание на исключения Исключения пригорь, выгорки, изгорь, утварь и слово поклон Слово поклон на самом деле я не считаю, что оно является исключением Однако в учебниках русского языка это слово присутствует Поэтому имейте это в виду Потому что поклон мы знаем под ударением Мы будем писать то, что слышим Поклон, я четко слышу букву О, поэтому буду писать букву О Поэтому мне, к примеру, непонятно, почему это слово является исключением во многих учебниках Дальше, в корне зарзор все в точности наоборот Если в тех корнях без ударения мы писали букву О То здесь без ударения мы будем писать букву А К примеру, озарение, заревать, зарниться и тому подобное Также обратим внимание на правописание корней Которые будут зависеть от конечного согласного К примеру, лаглош Если есть буква Г, пишем А Если же, пишем О К примеру, предолагать корень лаг, пишу букву А Предоложение корень лож, пишу с буквой О Исключением является слово полок Аналогично имеем дело с корнями раст, ращ, рост Где А мы будем писать перед СТ и СЧА А О мы будем писать перед С К примеру, растение СТ, пишу А Сращение, вижу СЧА, пишу А Выращенный СЧА, пишу А А вот вырос, оканчивается на С, пишу с буквой О Исключением являются слова Росток, Ростов, Ростислав, Ростовщик и отрасль Еще один корень, с которым мы знакомились на прошлом занятии Это корни СКАК-СКОЧ, где аналогично Перед К я буду писать А, перед Ч буду писать О К примеру, скакать корень СКАК, пишу А Подскочить корень СКОЧ, пишу О Исключением являются слова СКАЧУ, СКАЧОК, СКАЧИ и СКАЧКОБРАСНЫЙ Вот эти корни мы разбирали на прошлом вебинаре Когда мы изучим все корни с чередованием Мы разберем одну схемку, где все эти корни прекрасно поместятся на одной страничке Мы все это повторим и, конечно, закрепим это все на практике Для того, чтобы у вас не осталось никаких спорных моментов Не переживайте, если вдруг кто не присутствовал на прошлом вебинаре Мы это все возобновим и все у нас будет с вами замечательно Итак, переходим к новым пунктикам в правописании корней с чередованиями И первое, это корни, которые зависят от наличия в них суффикса А Посмотрим, как они выглядят Всего их девять И на самом деле, прям четко-четко запоминать, что от чего здесь зависеть, не нужно Потому что это правило очень и очень простое И сейчас мы с вами в этом разберемся И поможет нам в этом всем известный Ослик И.А Кто смотрел этот мультик Кстати, напишите его название в комментариях, в чатике А то я очень рада с вами буду сегодня общаться Потому что это один из моих любимых мультиков детства Поэтому, вспомнив этого персонажа, я решила О, вот он нам точно поможет запомнить правописание этих корней Итак, Ослик И.А. Чем же он нам вообще, вы можете спросить Чем Ослик может помочь в запоминании правила по русскому языку А вот чем Если вы обратите внимание, то увидите, что в одном случае в этих корнях пишется буквочка И А в другом случае пишется буква Е Так вот, если после этих корней идет суффикс А, как в Ослике И.А То перед суффиксом А мы пишем букву И Если же суффикса А нет, то мы будем писать букву Е К примеру, собирать умение есть суффикс А, пишу букву И Соберу суффикса А нет, пишу букву Е Вытирать суффикс А есть, пишу букву И Вытереть суффикса А нет, пишу букву Е И так аналогично со всеми этими корнями То есть вспоминаем Ослика и А Если у нас есть А, значит я пишу И А нет, значит буду писать Е Исключением являются три слова Сочетать, сочетание и бракосочетание Предлагаю применить это правило на практике И выполнить небольшое задание Где будет писаться буква Е, где будет писаться буква И Помним про Ослика и А Даю немножечко времени на подумать Обязательно пишите ответы в комментариях Да, Винни-Пух угадали, все правильно Так, еще немножечко времени даю И так Ну что, давайте будем проверять Итак, отмирать, отмереть Отмирать пишу И, потому что есть суффикса А Отмереть пишу Е, потому что суффикса А соответственно нет Выжигать, выжиг Аналогично, в первом случае есть суффикс А Пишу И, во втором случае его нет Пишу буквочку Е Дальше, застелать, застелит Застелать, есть суффикс А, пишу И Застелит, суффикса А нет Пишу букву Е Блистает, суффикс А есть Пишу букву И Блестеть, суффикса А нет Значит буду писать буквочку Е Все классно и все круто Очень легко запомнить эту группу корней Достаточно вспомнить замечательного персонажа из мультика Бинни Пуха Дальше, но понятное дело, что русский язык не был бы русским языком, если бы все не было так просто Итак, обращаю внимание на ловушку, которая очень часто встречается в заданиях централизованного тестирования Теперь это называется централизованным экзаменом Давайте подумаем, что мы будем писать в данном случае Примерять платье и примерять друзей Где мы будем писать букву Е А где мы будем писать букву И Потому что Вы можете сказать, у нас же есть корни Мер-мер, правописание которых Будет зависеть от суффикса А Но в этих же словах суффикса А нет И получается примерять и примерять Друзей я буду писать с буквой Е А правильно ли это? Так, не вижу еще комментариев Давайте разбираться, в чем же заключается наша ловушка А ловушка в том, что на прошлом занятии я говорила о таком понятии Которое называется амонимичный корень То есть корни, которые пишутся Либо звучат одинаково Но имеют совершенно разное значение Так вот, корни мир-мер Это могут быть корни с чередованием А есть еще и отдельные корни Мер и мир, которые зависят от значения Вот, к примеру, примерять платье Мы будем писать с буквой Е Потому что проверочное слово примерка А примерять друзей мы напишем с буквой И Потому что проверочное слово мир Или же мирный Но есть еще и корни с чередованием мир-мир К примеру, умирающий пишу с И Потому что есть суффикс А И умерший, у меня нет суффикса А Пишу букву Е Поэтому возьмите себе на вооружение Что вот эти корни мир-мер Они очень коварные Они могут быть как с чередованием Так и обычные корни Правописание которых будет зависеть от значения То есть от того, какое проверочное слово вы подберете Вот такой вот интересный у нас русский язык Вообще везде есть какие-то точности, нюансы Но если в этом разобраться Это все кажется вообще супер-супер простым Итак, давайте идем дальше В эту же группу корней, правописание которых зависит от суффикса А Мы с вами отнесем корни КАС-КОС Аналогично, если у нас есть суффикс А Пишем букву А в корне Если у нас нет суффикса А Будем писать букву О К примеру, касаться суффикс А есть Пишу букву А Коснуться суффикса А нет Буду писать, соответственно, букву О Давайте маленькая практика на закрепление Два словосочетания Где будет писаться буквочка О Где буквочка А Так, ну что, давайте проверять Конечно, прикосновение будем писать с буквой О Потому что нет суффикса А А касающийся всех нас пишем с буквой А Потому что у нас есть суффикс А И вот как раз-таки за хорошее выполненное задание Вам такой милый котик улыбается и поднимает настроение Итак, мы с вами разобрали группу корней Правописание которых зависит от суффикса А Это 9 корней с чередованием Дир-Дир, Пер-Пир, Мир-Мир и тому подобное И корень КАС-КОС В конце нашего вебинара мы выполним задание на закрепление, чтобы вообще не осталось никаких вопросов Следующая группа корней, на которые нам нужно обратить внимание Это корни, правописание которых будет зависеть от значения слова Их немного, не пугайтесь, и они вообще супер простые Давайте будем разбираться Итак, первая группа корней Это корни МАК-МОК Если мы встречаем такие слова, в которых встречаются корни МАК-МОК Мы должны обратить внимание на то, что они означают Корень МАК мы будем писать в тех словах, которые означают погружение в жидкость То есть, грубо говоря, давайте представим Вот у нас есть какая-то кружечка, какая-то баночка И мы в нее что-то опускаем И в таких словах мы будем писать букву А Вот, к примеру, обмакнуть печенье в молоко Представьте, что у нас молоко в виде кружки Мы туда погружаем, макаем печенье, опускаем Значит, будем писать букву А И вообще, буква А у нас похожа на кружечку Поэтому я ее прикрепила сюда для визуального запоминания А корень МОК мы будем писать в том случае, если у нас слово обозначает впитывание жидкости Вот, к примеру, промакаемые сапоги Это не сапоги, которые, к примеру, мы погружаем в жидкость Это сапоги, которые пропускают жидкость через себя Они ее впитывают Вот, к примеру, мы там походили по лужам по мокрому асфальту И пришли, а все, носочки у нас, к примеру, мокрые Некачественные сапоги у нас получаются В таком случае мы будем писать букву О То есть, если мы погружаем жидкость, опускаем куда-то Вот как в кружечку, тогда пишем букву А А если эта жидкость будет впитываться в предмет Тогда мы будем писать букву О Давайте выполним задание на закрепление Итак, пожалуйста, даю немножечко времени подумать И будем разбираться Зависит от значения Подумать, что обозначает слово с корнем мак-мок Погружение в жидкость или ее пропускание через себя Хорошо, давайте будем проверять Итак, вымокнуть под дождем Будем писать в слове вымокнуть букву О Потому что жидкость как бы пропускается через нас Пропускается через одежду Макать блины в варенье Взяли блин, взяли какую-нибудь тарелку с вареньем Взяли, опустили туда То есть, погрузили в жидкость Если погружаем в жидкость, пишем букву А Промокательная бумага Это бумага, которая впитывает жидкость То есть, мы не погружаем бумагу в жидкость А как бы жидкость проходит через бумагу А в таком случае слово смог будет писаться через буквочку О Я думаю, здесь все понятно Если у кого-то остался какой-то спорный момент Пишите в чат, не стесняйтесь вопросы По мере того, как я буду их видеть Буду объяснять И для того, чтобы ни у кого из вас не осталось никаких спорных моментов Следующий корень, который зависит от значения Это корни равн-ровн Равн мы будем писать в значении равный, одинаковый или похожий К примеру, поравняться с домом Я была в точке А И у нас дом стоит в точке Б Я передвигаюсь к нему То есть, как бы приближаюсь к нему И в один момент становлюсь одинаковой с ним На одинаковом расстоянии В таком случае, в таких словах Я буду писать букву А В значении равный, одинаковый и похожий А ровн с буквочкой О Я буду писать, если слово потребляется в значении ровный, прямой или гладкий К примеру, сравнять волосы Мы сделали, как раз таки даже у парикмахеров используется такое слово, как прямой ровный срез То есть, мы делаем волосы ровненькими Точно так же выровненное поле Представьте, что у нас поле было в бугорках И мы раз и сделали поверхность супергладкой, прямой В таком случае, будем писать буквочку О Еще раз, если у нас есть корни равн-ровн Равн с буквой А Мы будем писать в значении равный и одинаковый А ровн с буквочкой О Пишем в значении ровный или гладкий Исключением являются три слова Поровну, уровень и равнина Обращаю внимание на выражение сравнять с землей Очень часто в нем делают ошибки Здесь имеется в виду не сделать одинаковыми землей, а сделать ровными То есть, выровнять поверхность, сделать ее ровной и гладкой Предлагаю, опять же, два примера Выберите, где мы будем писать буквочку А А где будем писать буквочку О Равн с буквой А пишем в значении одинаковые А ровн с О пишем в значении ровный или же прямой Давайте проверяем Итак, решить уравнение Будем писать с буквой А Корень равен, потому что уравнение Мы делаем что-то одинаковым То есть, да, если честно, я не помню вообще никаких терминов из математики Потому что в школе я от математики была очень далека Но помня, что уравнение То есть мы должны привести к каким-то одинаковым множествам Так вот, к примеру, у нас были равные числа И мы их делаем одинаковыми А равнехонький газон То есть, опять же, у нас была какая-то Вот, к примеру, одна травка выше, другая ниже Мы сделали их ровненькими, гладенькими и красивенькими В таком значении мы будем писать с буквой О Равн с А пишем в значении одинаковые Ровн пишем в значении прямой или гладкие Следующие корни, которые, в принципе, не относятся ни к одной из категорий Но, опять же, в учебниках русского языка они встречаются Это корни плав, плов, плыв Запоминаем, что в корнях плав, плов мы всегда будем писать букву А К примеру, плавать, плавучий, поплавок, жук, плавунец Исключением являются только четыре слова Это пловец, плавчиха, пловцы и плывун в значении плывун-песок То есть, такая разновидность песка, кто не знает Поэтому запоминаем, что корень плав-плов пишем всегда с А За исключением этих четырех слов В принципе, можно было просто это правило обобщить одной простой фразой Но, опять же, в учебниках тоже оно встречается Поэтому запоминаем Сейчас мы с вами разобрали очень много корней И, может быть, у многих из вас такая каша в голове Боже, как это все запомнить Как вообще, что, от чего зависит Так много слов и исключений Так много нюансов, на которые нужно обратить внимание Но, на самом деле, здесь ничего страшного В принципе, нет, если с этим разобраться И разобраться с этим нам поможет схемка Которая уместилась у меня на один слайд И мы сейчас с вами быстренько по ней пробежимся Еще раз для того, чтобы все эти пробельчики восполнить Если у кого-то они остались Итак, первая группа корней я разместила слева Это те, которые мы разбирали на прошлом занятии Еще раз мы с вами это повторим и пересмотрим Если вдруг кому-то будет интересно Этот вебинар есть в закрепленных видео на YouTube-канале Поэтому, пожалуйста, заходите, знакомьтесь Оставляйте вопросы под комментариями Если кому-то что-то было непонятно Итак, корни Гар-Гор, Клан-Клон, Твард-Вор, Зар-Зор Зависят от ударения В первых трех не под ударением пишем букву О А в Зар-Зор не под ударением пишем букву А Соответственно, если корень находится под ударением То мы будем писать четко то, что мы слышим Исключение это слова пригорь Выгорький, изгорь и утварь В корнях Лаг-Лож, Раст-Раш-Роз, Скак-Скотч Мы смотрим на конечные согласные корни Соответственно, если Лаг, пишу А Лож, пишу О Раст-Раш-А, Роз-О Скак-А, Скотч-О Вообще, на самом деле, тема про описание корней Чередования такая замечательная скороговорка для оттачивания Ораторского мастерства Исключение из этих корней, которые зависят от конечного согласного Это слово полок Следующие корни зависят от наличия суффикса А Это корни КАС-КОС Если есть суффикс А, пишу А И корни БЕР-БИР-ТЕР-ТИР-ПЕР-ПИР и тому подобное МИР-МИР, мы все их разбирали, их всего 9 Если там есть суффикс А, буду писать букву И Исключением являются слова СОЧЕТАТЬ, СОЧЕТАНИЕ и БРАКО-СОЧЕТАНИЕ И последняя группа корней, это группа корней, которая зависит от значения РАВН-РОВН и МАК-МОК РАВН с буквой А пишем в значении одинаковый РОВН пишем с О в значении ровный Исключение слова РАВНИНА, УРОВЕНЬ и ПОРОВНУ А МАК-МОК тоже будем писать в зависимости от значения МАК, когда мы что-то в кружечку, похожее на букву А, погружаем, жидкость опускаем А МОК, когда эта жидкость проходит сквозь нас То есть мы пропускаем ее через себя Пожалуйста, если кому-то что-то непонятно в этой схеме Оставляйте комментарии, будем с вами разбираться Буду дополнительно еще пояснять Но понятное дело, как бы не страшна была теория Легко можно с ней справиться, выполнив задание по практике Поэтому, опять же, любимая практика Все учителя русского языка ее очень любят Она нам нужна, как бы мы ее не боялись Потому что, когда мы что-то делаем, когда мы практикуемся Мы это намного быстрее запоминаем Потому что можно много чего говорить Можно очень долго что-то объяснять Но лучше один раз это качественно проработать И это у нас в голове отложится Итак, ну что, давайте пойдем Будем выполнять задание Задание ставить пропущенные буквы И, соответственно, будем вместе с вами разбираться От чего они зависят Пишите в комментариях правильные ответы Будем с вами анализировать Даю, опять же, время на подумать Пишите в комментариях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вижу, хорошо Так, ну что, давайте будем проверять Уже вижу правильные ответы в чате Замечательно Итак, наклониться Будем писать с буквой О Потому что правописание корней клан-клон Зависит от ударения Клон находится не под ударением Значит, буду писать букву О Взрастить Слово пишется с буквой А Потому что есть сочетание СТ Озариться Наш корень Зар находится не под ударением А под ударением, а под ударением мы будем писать букву А Дальше Утварь Кто был очень внимательным, тот запомнил, что это слово исключение Точно так же, как и сочетающий Помним этот корень Сочетать сочетающий бракосочетание Тоже является исключением Дальше Замирать Пишем букву И Потому что есть суффикс А На скаку Корень скак Если есть К Буду писать букву А Дальше Отмокать Буду писать букву О Потому что употребляется корень МОК В значении Жидкость пропускать через себя Неотлагательность Будем писать с буквой А Потому что правописание корней ЛАГ и ЛОЖ Зависит от конечной согласной ЛАГ пишется всегда с буквой А За исключением слова полок Следующая порция заданий Следующие слова, в которых тоже нужно ставить пропущенные буквы Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, давайте будем проверять Итак, прикоснуться Буду писать с буквой О Потому что нет суффикса А Если был суффикса, тогда бы написала Соответственно, в корне А Дальше, зорничный Пишу СА Потому что корни ЗАРЗО Зависит от ударения Здесь без ударной позиции Буду писать букву А Дальше, вырасти Есть сочетание СТ Значит, буду писать букву А Дальше, горелка Корни Каргор Не под ударением Пишу букву О Дальше, блистательный Есть суффикс А Буду писать букву И Загар Наш корень находится под ударением Четко слышу под ударением А Буду писать букву А Дальше, положиться Корни ЛОГЛОЖ Завидит от конечной согласной Если корень ЛОЖ Буду писать букву О Замечательно Давайте, опять же, примерим на себя роль Учителя русского языка И постараемся найти ошибки Вот в этих словосочетаниях Пожалуйста, даю, опять же, немножечко времени На подумать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну что, давайте будем проверять, что у нас получилось Конечно же, у нас ошибочка расположится на кровати Будем писать с буквой О Потому что у нас корень ЛОЖ Дальше, застелить постель Пишем с буквой Е Потому что у нас нет суффикса А Вот, к примеру, если было расстелать постель Тогда бы в корне написали букву И Дальше, блистать в обществе Конечно, будем писать с буквой И А не с Е Потому что у нас есть суффикс А Дальше, коснуться вопроса Пишем с буквой О Потому что нет суффикса А Если бы было, к примеру, касающиеся вопроса Тогда бы написали с буквой А Дальше, обжигать пальцы Пишем с И Потому что есть суффикс А Если бы было жечь пальцы, к примеру Что, конечно, не рекомендуется То, конечно, написали бы с буквой Е Дальше, вытереть посуду Нет суффикса А Будем писать с буквой Е И выращенный росток Кто был очень внимательным Тот заметил, что слово росток Является исключением Которое пишется с буквочкой О Несмотря на то, что у нас есть сочетание СТ Следующее задание На которое я предлагаю обратить внимание Это задания, которые встречаются В централизованном экзамене И они встречались в репетиционном тестировании Этого года Поэтому, кто сдает централизованный экзамен Обращайте внимание Где вот это правило Правописание корней с чередующимися гласными Может применяться Итак, вот, к примеру Обычно по классике у нас начинается с А1 Это, в принципе, в А1 всегда встречалась и в предыдущие годы Где нам нужно было вставить пропущенную букву в словах И на самом деле в этом задании есть микс корней Есть корни с проверяемыми гласными Непроверяемыми гласными Корни с чередованием Ну и, соответственно, всеми любимые словатные слова Я выделила слова, которые относятся к правилу Которые мы сегодня с вами разбираем Поэтому, пожалуйста, кто уверен в своих силах Попробуйте вставить пропущенные буквы Во-первых, во всех словах И выбрать те моменты, где будет писаться буква А Но, конечно, пристальное внимание Обращаем на те слова, которые выделены Потому что мы работаем с ними сегодня непосредственно Тоже даю немножечко времени И так, ну что, давайте будем проверять Итак, конечно же, в слове прикосновения пишем букву О Потому что нет суффикса А Если бы был суффикс А, написали бы с буквой А Дальше Расположить Пишем с буквой О, конечно, потому что корень ложь Если бы был корень лак, написали бы с буквой А Соответственно, гардероб это словарное слово, в котором пишется буква А Возрождаться мы будем писать с буквой О, потому что проверочное слово роды Оплатить проезд пишем с буквой А, потому что проверочное слово плат Соответственно, правильными вариантами в этом задании было слово гардероб и оплатить проезд Поэтому как раз таки обращаю на это внимание Кстати, оплатить проезд именно так правильно звучит это словосочетание Кто говорит оплатить за проезд, делает грубейшую ошибку в русском языке, потому что оплатить что? Проезд. А вот, к примеру, заплатить за проезд, вы уже это можете сказать. Тоже небольшая отсылочка к еще интереснейшим правилам русского языка. Следующий момент, на который обращаю внимание, опять же, А2, задание, где нужно вставить пропущенные буквы в словах. Пожалуйста, выделывайте непосредственно те словосочетания, которые нас интересуют с вами. Ну а попробуйте ставить пропущенные буквы во всех словах. Опять же, помните, что здесь не только слова с чередованиями. Есть и проверяемые, есть и непроверяемые написания. Есть вообще словарные слова, которые нужно запомнить. Итак, ну что, давайте будем проверять. Итак, заменить фильтр пишем с буквой Е, потому что проверочное слово замена. Засидеться в гостях пишу с И, потому что проверочное слово сидя. Набирает команду то правило, о котором с вами говорили сегодня. Е, суффикс А в корнях бербир, значит, буду писать с буквой А. Стереть надпись. А вот здесь как раз-таки у нас никакой буквочки А нет. Точнее, не буквочки А, прошу прощения, от суффикса А, поэтому буду писать букву Е. Президент, словарное слово, которое нужно запомнить, пишется с буквочкой И. Поэтому, соответственно, правильными вариантами ответа здесь будут заменить фильтр и стереть надпись. Ну что, надеюсь, после выполнения практики вся эта сложная тема с первого взгляда стала для вас более понятной. Поэтому давайте мы с вами еще раз вернемся к схемке и проговорим еще раз. Помним, что вебинар у нас остается сохраненным, поэтому в любой момент можно зайти, пересмотреть, возобновить в памяти для себя какие-то моменты, которые могут позабыться немножко. Итак, у нас есть 4 группы корней с чередующимися гласными. Это корни, которые зависят от ударения, от конечного согласного, от суффикса А и от значения. От ударения у нас зависят 4 группы корней. Это корни Гаргор, Клан-Клон, Твар-Твор и Зарзор. В первых трех не под ударением пишу О, в четвертом пункте не под ударением пишу букву А. Не забываем про исключения. Конечные согласные запоминаем просто потому, как выглядят эти корни. Лак, ложь. Лак, пишу А, ложь, пишу О. Раст, ращ, роз. Раст, ращ, А, роз, О. Скак, скотч, скак, А, скотч, О. Опять же, не забываем про исключения. Также наблюдаем наличие суффикса А. Если в корне КОС, КАС, суффикс А есть, пишу с буквой А. Нет, соответственно, пишу с буквой О. 9 корней БЕР, БЕР, ТИР, ТИР, ПЕР, ПИР, МИР, МИР и тому подобное. Опять же, смотрим на суффикса А. Если он есть, пишем И. Если его нет, будем писать Е. И корни, которые будут зависеть от значения, это корни МАКМОК и РАВНДРОН. Тоже внимательно обращаем внимание на то, что они означают. К примеру, корни МАКМОК. Если мы погружаем что-то в жидкость, будем писать букву А. Если жидкость проходит через что-то, будем писать букву О. Вот и все. Ничего сложного в этом нет. Самое главное для себя это все системно разобрать, качественно проработать на практике, и все будет супер и замечательно. Поэтому в качестве хорошей работы предлагаю посмотреть на такого замечательного котика, улыбающегося. Я надеюсь, что вы сейчас тоже улыбаетесь, потому что мы с вами разобрали одну из таких, не скажу, что самых сложных тем русского языка, но тем, которые вызывают затруднения у многих учеников. Мы с вами супер молодцы. Мы с вами сегодня классно поработали. Отправьте, пожалуйста, в чат смайли, который характеризует вашу сегодняшнюю работу. Напоминаю вам, что вы всегда можете обратиться за помощью к нашим замечательным преподавателям русского языка онлайн школы Альфа, просто переходя на сайт, выбирая того, кто вам больше приглянется и занимаясь с ним в свое удовольствие. Поэтому не забывайте, пожалуйста, об этом. Не забывайте про наш замечательный YouTube-канал, который мы стараемся очень хорошо вести. Каждый день публикуем познавательные видео по русскому языку, по математике и так далее. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Оставляйте комментарии под этим вебинаром. Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, вы можете предлагать темы для последующих вебинаров. Если, к примеру, на уроке в школе вы что-то не поняли и хотите, чтобы вам это объяснили еще раз, поэтому не стесняйтесь, оставляйте, буду рада почитать и со всем познакомиться. А с вами была Наташа, преподаватель русского языка. Желаю вам хорошего дня, солнечного настроения и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok